Предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы стартует 24 мая. Оно пройдет по максимально открытой модели в онлайн-формате с верификацией пользователей на госуслугах и завершится 30 мая. По словам Николая Любимова, участниками праймерис стали как члены «Единой России», так и беспартийные. Мы уже не первый год проводим предварительное голосование. И, собственно, это соответствует тем задачам, которые ставит перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Он как раз и говорит о том, что максимально надо стараться проявить себя, давать дорогу тем активным людям, профессионалам своего дела, людям, которые хотят служить обществу, в том числе, и, наверное, это одна из наивысших форм служения в высшем законодательном органе нашей страны. Участники встречи рассказали о причинах, которые побудили их участвовать в праймерис. Это, прежде всего, процесс общения с избирателями и возможность изнутри узнать о действительно существующих проблемах общества. Праймерис – это проба сил, причем, как десантник скажу, это в самой сложной обстановке, а в обстановке, приближенной к боевым. Праймерис можно рассматривать в том числе и как экспертную площадку. На этой экспертной площадке можно собирать те данные, которые влядут потом в программу кандидатов, депутатов, в программу партии. И на этой площадке, именно на этой экспертной площадке мы будем понимать, где мы достигли, поработали эффективно и достигли успеха, а где-то мы работали не так эффективно и не существуют какие-то проблемы. В рамках мероприятия Сергей Владимирович Филимонов озвучил цифры итогов подготовки к предварительному голосованию. На территории Рязанской области было зарегистрировано 27 кандидатов. По Рязанскому одномандатному избирательному округу номер 156 – 17 человек, по Скопинскому одномандатному избирательному округу номер 157 – 10 кандидатов. Как подчеркнул Николай Любимов, победят не все, но Праймерис могут стать социальным лифтом для активных людей, реально заинтересованных в участии в общественной жизни.